Приветствую вас! В современном мире принято находить объяснение любым феноменам и давать название любым явлениям. Мне кажется, что это хорошо для того, чтобы идентифицировать происходящее, и не очень хорошо для того, чтобы люди понимали, например, такие вещи, как проблемы и отсутствие проблем. То есть, что это значит? Допустим, что человеку хорошо. Допустим, что у него, у человека всё получается, у него всё нормально, у него всё спокойно. Допустим, представим себе такую ситуацию. И такой человек видит какой-то термин, который обозначает то, что с ним происходит. И вы знаете, у такого человека может сразу, резко поменяться, например, взгляд на вещи, на своё состояние и так далее. В современном мире, где каждому явлению найдётся описание, трактовка и так далее, всё меньше и меньше места естественности. Всё меньше и меньше места спонтанности, всё меньше и меньше места свободы, может быть, немного высокопарно прозвучит, но истинность в свободе. Поэтому я полагаю, что само наличие терминов, само наличие определения какого-то ещё не позволяет говорить о том, что это именно действительно факт и действительно психологическое явление. Так называемые мультипотенциальные люди или сканеры. Они, эти люди, вообще-то говоря, никому не мешают и никого не трогают и вообще-то говоря, живут себе счастливо, как правило. Если им всё устраивает. То есть я полагаю, что ключевой момент здесь заключается не в том, чтобы определить, относитесь ли вы к таким людям, являетесь ли вы таким человеком. Или, значит, на самом ли деле такой человек, или просто ему не хватает силы воли и дисциплины. Знаете, не это самый важный вопрос. Самый важный вопрос немножко другой. А именно, устраивает ли вас то, как вы живёте? Нравится ли вам ваш образ жизни? Хотите ли вы его поменять? И так далее. Понимаете? Вот это, это является самым важным. Для того, чтобы определить, действительно ли вы хотите, например, жить так. Действительно ли вы хотите, например, действительно ли это ваше состояние? Естественно. Существует много разных способов. Я предлагаю вам сейчас, ну, когда будете слушать мой ответ, я предлагаю вам подумать. Вот в конце вашей жизни, когда вас уже не станут, и когда будет надгробие, что бы вы написали с передней и обратной стороны? Ну, на передней стороне вы бы, наверное, написали что-то вроде Павловичева. Она очень много всего пробовала, она много чем занималась, она много чего делала, да, наверное. Вот. А что будет на обратной стороне? Что бы вы написали на обратной стороне? Вот, пожалуй, ответ на этот вопрос, на вопрос о том, что бы вы написали на обратной стороне, является ключевым. Если это будет что-то негативное, значит, вам это нужно менять. И значит, вам действительно не хватает силы воли, чтобы усердно работать. Если вы скажете, что напишите что-то другое, да, то, соответственно, это будет означать, что это именно ваш выбор, это ваш модель поведения и вас эта модель поведения устраивает. То есть, понимаете, нельзя только по той причине, что вы в 21 год всё пробуете, всё смотрите, всё пытаетесь познать, увидеть и так далее. Нельзя только по этому, только вот по данной причине, да, нельзя говорить вам, что вы, ну, неправильно, что вы не должны себя так вести и так далее. Знаете, это было бы, по большому счёту, на мой взгляд, это было бы навязывание вам, ну, ценностей, навязывание вам своего мнения. Вам самой, вот, нужно ответить на этот вопрос, вам самой нужно увидеть, как вы хотите, чего вы хотите, понимаете? Вот. И, собственно, тогда уже у вас будет, ага, желание, да, что-либо менять. Иначе получится такая история, что вы увидели термин, увидели явление, почувствовали себя, значит, ну, несвободной, решили, значит, что-то поменять, решили что-то переделать только потому, что почувствовали себя несвободной, да. Но при этом истинного желания что-либо менять у вас может не быть. И тогда вся работа, которую вы будете, например, проводить с психологом, да, по, допустим, ну, допустим, по определению того, чего вы хотите делать, да, что вам нужно, вот. Соответственно, вся работа будет на смартфон. Потому что, ну, ничего абсолютно результативного из этого не получится, если вы сами не хотите этого делать. Возможно, вы даже будете использовать работу с психологом, например, для того, чтобы, допустим, доказать себе, что вы имеете право, да, находиться вот в таком положении. То есть оцените вред от того, что вы делаете, оцените негатив от того, чем вы занимаетесь. Знаете, если негатив и вред будет, действительно будет, да, если вы увидите этот негатив, если вы увидите, что, ну, что действительно наносится вред вам. Вот. То я полагаю, что тогда уже можно будет работать именно с тем, чтобы убрать вред. Заметьте, не с тем, чтобы, допустим, изменить вас. Нет. Не с тем, чтобы вас сменять. А именно с тем, именно с тем, чтобы, чтобы убрать вред. Понимаете? То есть для психолога, если он, ну, скажем так, профессиональный, да, для психолога важно именно помочь человеку, чтобы вам в данном случае не испытывать вред. От того, что вы делаете, не испытывать вред от того, чем вы занимаетесь. Понимаете? Вот это является важным. Это является самым важным. А все остальные моменты в виде вот этих вот терминов, да, которые отражают те или иные явления в жизни человека. Мне кажется, что на них не стоит обращать внимание, хотя бы просто потому, что вы рискуете потерять себя. Понимаете, вы рискуете перестать получать удовольствие от того, чем занимаетесь. И я не уверен, что это хорошо для вас. Вот так. Так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Ага. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. А если у вас дополнительные вопросы остались, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам ответить на ваши вопросы. Ага. Значит. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Вот так вот. Продолжение следует...